МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Невидимая угроза. В связи с риском распространения эпидемии коронавируса глава Дагестана ужесточил положение своего указа о введении режима повышенной готовности на территории Республики. Занятия виртуальные, знания реальные. Ведущие дагестанские вузы перешли на режим дистанционного обучения. Маски своими руками. В колледжах Республики решили восполнить дефицит защитных средств. Решить их самостоятельно. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. Глава Дагестана распорядился ввести дополнительные ограничения на территории Республики в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Документ о внесении изменений в указ о введении режима повышенной готовности был подписан им 27 марта. С 28 марта до особого распоряжения в регионе запрещается проведение любых массовых мероприятий. А с 30 марта по 5 апреля вводится запрет на работу и посещение торгово-развлекательных заведений, ночных клубов, кинотеатров, детских центров и других мест. Приостанавливается также работа банкетных залов, ресторанов, кафе, столовых и других точек общепита. Поручено закрыть объекты розничной торговли, кроме торгующих товарами первой необходимости и осуществляющих торговлю дистанционным способом – аптек, гастрономов, интернет-магазинов и других. Перестанут работать салоны красоты, спа-салоны, бани и сауны. Запрет на работу также касается библиотек и других учреждений культурно-досугового типа. Все образовательные учреждения, в том числе детские сады, тоже попадают под это ограничение. Государственные и муниципальные услуги будут предоставляться исключительно дистанционно, либо по предварительной записи, если необходимо личное присутствие гражданин. Власти рекомендуют соблюдать режим строгой самоизоляции гражданам старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими бронхолегочными, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями. С 28 марта по 1 июня приостановлена работа всех санаториев, курортов и детских лагерей. Религиозным организациям всех конфессий рекомендовано ограничить проведение обрядов и мероприятий с массовым участием граждан. А накануне с обращением граждан России выступил Владимир Путин. Глава государства озвучил ряд экстренных мер по борьбе с коронавирусом. В связи с угрозой распространения эпидемии президент России объявил следующую неделю нерабочий. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Путин подчеркнул, что длинные выходные позволят снизить скорость распространения коронавируса. Во время своего обращения к нации президент призвал россиян поберечь себя и своих близких и соблюдать все рекомендации. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочие. Надо поберечь и себя и своих близких. Проявить дисциплину и ответственность. И, поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома. Кроме того, были анонсированы меры экономической поддержки. По словам главы государства, экономика России сейчас испытывает сильное давление. В сложившихся условиях решено оказать поддержку тем россиянам, которые могут столкнуться с потерей работы. В связи с чем предложено увеличить максимальную выплату пособия по безработице с 8 до 12 300 рублей. Президент заявил о необходимости поддержать тех, кто оказался на больничном и предложил установить норму выплаты по больничному, рассчитанную из суммы не менее одного мрот в месяц. Семьи, которые имеют право на маткапитал, смогут также получать дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Также президент пообещал россиянам отсрочку выплат по кредитам. Предложено предусмотреть каникулы как по ипотечным, так и по потребительским кредитам. Речь идет о заемщиках, чей доход в связи с пандемией сократится более чем на 30%. На них штрафные санкции за просрочки платежей распространяться не будут. В субботу глава Дагестана Владимир Васильев встретился с муфтием республики, шейхом Ахмадом Афанди. Главным образом обсуждались совместные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории республики. На безопасность отдельных групп населения, по словам руководителя региона, следует обратить особое внимание. Речь идет о старшем поколении. Владимир Васильев выразил надежду на то, что совместные действия и сознательность граждан помогут справиться с данной проблемой на начальном этапе. Руководитель субъекта напомнил о том, что ранее подписал указ, который предполагает запрет на проведение массовых мероприятий и приостановку деятельности ряда организаций. Я вас пригласил, чтобы обсудить нескольких таких важных вопросов, которые сейчас так волнуют людей. Ум мусульманскому отражает большую часть нашего общества, самую духовную часть. Поэтому, конечно, ваше слово, ваше линии очень важны. На сегодняшний день у нас, если говорить о постоянном сегодня, один случай, который подтвержден исследованием в Центре специализированного. То есть у нас все-таки такой человек был, есть контакт, они проверяются. Сегодня в лечебных учреждениях 17 человек, которые сдали анализы, по которым идет уточнение. Там такой порядок, сдается анализ, затем обращаются в федеральный специализированный центр, чтобы не было ошибки. Но люди госпитализировались. И 903 человека, которые общались с тем, кто у нас обнаружен, которые прибыли откуда-то. Ну и, конечно, сейчас очень важно, особенно важно, мы с вами люди уже не молодые. Так принято у нас в Дагестане, это огромное достоинство нашего общества, уважение к старшим. И всегда мы ориентировались на старших. Сегодня такой момент, когда мы должны все позаботиться о старших, поберечь их. И вот сейчас президент принял решение о том, чтобы сделать вот такой перерыв для всех, чтобы люди не ездили на работу, не ходили. Могли побыть дома. Но это не значит, что нужно общаться. Особенно, вот как, кажется, хочется проведать старших. Вот сегодня у моего товарища, давнего друга, умерла мама. Ну это святое, это понятно. Но так вот, если уж крайние необходимости, мы исходим из того, что делать этого нельзя. Просто из соображений добра и заботы от наших же близких. Они у нас в горах, да, там чистые условия, там ничто не угрожает. Но если кто-то случится, ну не дай бог, имел контакт, привезет туда, какие будут последствия? Мы видим это. Видим в Италии, в Испании, в других государствах. Да и у нас тоже, в Москве сейчас немало людей, которые инфицированы. Дагестанцы, особенно мусульмане, отличаются такой чистоплотностью. И еще плюс вот эти рекомендации, которые нам дает и наш санэпидемврач, главный врач, и медицина, они помогут нам эту беду ограничить. Не дать ей распространиться в нашей республике. Это самая, наверное, главная задача. В связи с этим я и решил вот встретиться. Спасибо большое, что откликнулись. Человек сейчас как никогда хочет услышать своего пастыря, проповедника. Но вот такие условия, в которых такие непростые решения приходится принимать. Беспокоиться о людей – это наш долг и по возрасту, и по долгу службы, по всех отношениях. И кто болеет, главное, чтобы на нем это ограничилось и больше он не передавался дальше. Для этого все возможные меры, конечно, мы будем принимать и подключая врачей. Сам ислам, религия и так требует от людей соблюдения этих всех правил. А сейчас дополнительно будем подключать и врачей. И если, конечно, вот такое беспокойство с вашей стороны, нам это намного облегчит вот эту проблему. И то, что вы заметили, умерла мать близкого вашего человека, это тоже в Дагестане, вы знаете, очень проблемное дело. Все люди ездят, стараются показать ему сочувствие. Этому тоже, конечно, я сторонник, чтобы эти поездки ограничивались. Пусть близкие люди едут, хоронят, и на этом можно ограничиваться. Конечно, проблемное место, проблемное время – это пятничная молитва. Потому что это идет не от нас, а от Всевышнего. И в этом случае мы подумаем, чтобы хотя бы было собрание наименьшее количество, по мере возможностей. Ахмон Хаджи, спасибо вам большое за эту позицию. Я вам очень признателен, во всех сложных вопросах вы всегда занимаете позицию, которой следует, и посвятили свою жизнь. И она, вот я еще не помню, случая, чтобы расходилась с теми задачами, которые передо мной ставит президент, закон, мои обязанности. Министерство здравоохранения Дагестана отвело Республиканский центр инфекционных болезней под госпиталь для больных коронавирусом. По словам главы ведомства Джамалудина Гаджи-Ибрагимова, данное решение принято на тот случай, если возникнет ситуация с расширением эпидемии COVID-19. Центр оснащен всем необходимым оборудованием и аппаратами для искусственной вентиляции легких. В наличии также резервные стационары. Более 300 тысяч защитных масок поступят в Дагестан из федерального центра. Об этом заявил глава региона Владимир Васильев. На неделю он посетил ситуационный центр по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Республику. В нем будет концентрироваться оперативная информация по текущей ситуации с пандемией. После ознакомления с центром глава Дагестана провел совещание. О его подробностях по тематам Ханапова. Помощь пожилым, обеспечение населения медицинскими масками и откуда будут выделены средства на борьбу с новой инфекцией. Эти темы стали основными на совещании. С масками, по словам Васильева, ситуация налаживается. Федеральный центр выделит Дагестану более 300 тысяч защитных изделий. Кроме того, их будут изготавливать в исправительных учреждениях и колледжах Республики. На площадях Уфсина и наших швейных колледжей мы будем производить марлевые повязки в количестве 11 тысяч штук в день. И в настоящее время запасов сырья, которые мы купили в республике, нам хватает на более чем миллион масок. Как известно, коронавирус более тяжело протекает у пожилых людей. В Дагестане проживает более 200 тысяч человек старше 65 лет. Меры по их защите власти обещают также предпринять. Нам нужно будет посмотреть и на то, чтобы наши регионы понимали, какие возрастные группы в каждом районе имеются, в какой численности. Это позволит определить количество волонтеров, как я понимаю, ну и определенных средств, которые мы располагаем. Имею в виду медицинские средства, санитарные. Что касается средств финансовых, то вопрос прорабатывается. Часть будет выделена из резервного фонда республики. Чей помощь обещает и федеральный центр. Я хочу поблагодарить сейчас Батыр Имеевича за то, что он сумел проработать и найти дополнительный резерв для того, чтобы наряду с ожиданием того, чем нам поможет федеральный центр, а он нам поможет, нам уже 318 тысяч китайских массов выделили. Да, коллеги? Сегодня с утра сформировали проект решения о том, чтобы увеличить из резервного фонда по ЧС дополнительно 20 миллионов рублей на приобретение средств защиты. Очень правильно. Это то, о чем я говорил, на маске в частности. По данным Минздрава Дагестана, на территории республики не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым опасным вирусом. Однако, как сообщает Роспотребнадзор, за сутки на горячую линию республики поступило 330 звонков по коронавирусу. Напомним, что меры профилактики включают в соблюдение правил гигиены, мытье рук, использование антисептика, влажная уборка и проветривание помещения. Ватимат Ханнапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. В Дагестане работает штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам. Волонтеры-медики и активисты Общероссийского народного фронта покупают и доставляют продукты питания и товары первой необходимости, выносят мусор и оплачивают услуги ЖКХ пожилым людям. Волонтерские штабы помощи созданы во всех 85 регионах страны. Обращения от граждан поступают на горячую линию 8 800 200 34 11. Координаторы штаба берут звонки в работу и распределяют их между волонтерами. Продукты питания и товары первой необходимости приобретаются по списку в нужном количестве, при этом также соблюдаются меры предосторожности. У нас есть пожилые, они не оставались одни, и также им рассказываем о мерах профилактики, ну и может на какие-то вопросы можно ответить. И рассказываем о том, что существует горячая линия, на которую можно звонить все время. На неделю в Дагестане были зарегистрированы первые подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Дагестану. По информации Минздрава Республики, с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 человек, среди которых и депутат Народного собрания региона Тимур Гусаев. Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционном боксе. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Контактные лица также изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Депутат Гусаев, сам обратившийся к медикам, как только у него появились симптомы гриппа, схожие с новым вирусом, дал комментарий нашему телеканалу и рассказал о симптомах болезни. Особенно меня смутило то, что я перестал чувствовать запах и вкус еды. То, что еще было, это температура 37,5, ломать тело, как при гриппе, и болела голова. Я попросил, чтобы сделали и тест на коронавирус. Сложная система тестирования. Вот этот предтест делает наш Роспотребнадзор. Он показывает, соответственно, либо плюс, либо минус. Вот, как я понял, он показал у меня плюс. Хотя, честно говоря, мне до последнего, буквально до сегодняшнего дня, я до конца как бы не понимал, что именно у меня. Мне звонили и сказали о том, что мне нужна срочная изоляция. В принципе, изолировали и мою семью тоже. Но у семьи взяли анализ под утро, и вечером анализ оказался у всей семьи отрицательный, и у моей жены, и у моих детей. Поэтому они дома на карантине на две недели. А я, соответственно, вот здесь две недели должен лежать в инфекционной больнице и ждать непосредственно анализа. Потому что развернутый уже анализ, который подтверждает, соответственно, наличие или отсутствие коронавирусной инфекции, делается только у нас в одной лаборатории, как я понимаю, в Новосибирске. Было взято много тестов из моего окружения с теми, с кем я контактировал за последнюю неделю. Вот среди тех, кто попал сюда, и в принципе мы сейчас даже в одном боксе, это вот мой друг Джамал. Потом ночью, уже со вторника на среду, сюда доставили еще двоих человек. Ну, мы их непосредственно не видели, не контактировали. Мне хочется людям обратиться и сказать о том, чтобы относились серьезно. В первую очередь изолировали, особенно взрослое население. Сама инфекция считается слабой, но она открывает все хронические заболевания, которые у вас есть. Поэтому поменьше контактов. В связи с разрастающейся пандемией коронавируса к дагестанским журналистам и блогерам обратился начальник управления администрации главы и правительства Республики Дагестан по информационной политике Зубайру Зубайруев. В частности, он сказал, «Все вы знаете, что в мире набирает обороты пандемия коронавируса. Специалисты признают, что самым эффективным методом профилактики является самоизоляция. Многие дагестанцы все еще недооценивают грозящую всем опасность. На улицах, в магазинах, парках и скверах все еще собираются люди. Даже те, для кого вирус представляет особую опасность – старшее поколение. Дагестанцы продолжают шумно играть свадьбы, собираться в широком семейном кругу. В социальных сетях продолжаются наивные и неуместные в подобной ситуации обсуждения, что все это не всерьез, и любая предосторожность – свидетельство паники». Мировая практика последних недель показывает, насколько опасна такая обеспеченность. И мы считаем, что нужно сделать все, чтобы вовремя предупредить и обезопасить дагестанское общество. Обращение было опубликовано на странице Зубайруева в социальной сети Facebook. Многие продавцы на рынках и в магазинах на фоне пандемии заметно повысили цены на продукты. В связи с этим Муфтият Республики призвал предпринимателей быть справедливыми и милосердными и учитывать возможности населения. Придерживаться лояльной ценовой политики в торговле и не завышать цены. Уважаемые братья и сестры, мы видим, как в мире ведут борьбу против опасной инфекции коронавируса. На этом фоне из разных источников к нам поступает информация о завышении цен на продукцию. В этой связи Муфтиат Республики Дагестан призывает предпринимателей быть справедливыми и милосердными и, учитывая возможности населения, придерживаться лояльной ценовой политики в торговле. Пророк, саллиллаху алейкум, в хадисе говорит, «Да простит Аллах грехи того, кто проявил щедрость и снисходительность, когда продавал, когда покупал и когда требовал свой долг». Дорогие дагестанцы, жители нашей республики всегда славились сплоченностью и единством. Так давайте же из-за незначительной временной выгоды не будем обманываться. Пусть Аллах сохранит наше общество от бед и болезней». Кроме того, Муфтият Дагестана рекомендует воздержаться от рукопожатий при выражении соболезнований. Руководитель отдела ФЕТВ Муфтията Дагестана Зайнула Атаев разъяснил, что воздержание от рукопожатий при выражении соболезнования в исламе не является ни греховным, ни порицаемым. Спрос на медицинские маски растет. Во многих столичных аптеках защитных аксессуаров уже не сыскать. В связи с этим в восьми колледжах республики приступили к производству масок. В шейных мастерских работают в поте лица по поручению Минобра Дагестана. Как шьют маски в Извербарском индустриально-промышленном колледже? Узнавала Хадижа Курбанова. Все новое, хорошо забытое, старое. Такие средства защиты применялись еще в советские времена. Марлю в восемь слоев вырезают как заготовку для будущей маски. Первый этап – обмеловку и настил она уже прошла. Впереди утюжка и пошив. И все по строгим эпидемиологическим требованиям. Эксперты говорят, что эффективность такой маски намного выше, чем у современных синтетических. Было указание инфекциониста, когда собрали директоров, всех руководителей. Они именно потребовали, чтобы делали маски восьмислойные, то есть потолще, чтобы коронавирус не прошел через слои маски. И для защиты населения города. За день студентки колледжа шьют 300 масок. Для них это дело не хлопотливое, а работа только в радость. Ведь для многих это лишнее возможности, чтобы оттачивать свое мастерство. Мы находимся на производственной практике. Мы студентки третьего курса. И из-за дефицита медицинских масок в аптеках мы решили помочь городу в изготовлении марлевых масок, многоразовых масок. Мама занималась у меня этим делом. Она тоже шьет у меня, поэтому мне понравилось это. И я тоже решила производить одежду. Я думаю, это большая помощь для нашего города, для населения, так как дефицит этих масок у нас. Колледж, как и все образовательные учреждения республики, перешел на дистанционное обучение. Однако практику студенткам группы портных не отменили. При этом принимаются все профилактические меры, уверяет исполняющие обязанности директора индустриально-промышленного колледжа. Мы все меры профилактические проводим. Утром термометрию проходят и мастера производственного обучения, которые вместе с ними, и сами студенты. И пошив масок у нас начался 19 марта. Руководство города к нам тоже обратились с просьбой для муниципальных учреждений, чтобы мы маски тоже отшили. Мы согласились. Изготовление масок в трудный для страны период запустили не только в Избербаши. По поручению Министерства образования республики средства защиты шьют еще в восьми колледжах Дагестана. На сегодняшний день изготовлено уже более двух тысяч медицинских масок. По информации ведомства, сначала ими снабдят самих студентов, а затем, по возможности, маски направят в школы и детсады. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Избербаш. На острове Чечень открылся первый пункт выгрузки выловленной рыбы. Жители этой отдаленной местности ранее испытывали проблемы с сдачей своей главной продукции. Теперь, после открытия пункта, упростится жизнь рыбаков. Будет упорядоченный вылод. Что особенно важно, созданы 24 рабочих места. Владимир Тихонов живет здесь не один десяток лет. Ему, как и каждому жителю этого острова, хорошо знакомы трудности, которые неизбежно возникают из-за географического положения населенного пункта. Работать здесь практически негде, да и условия проживания не назовешь комфортными. В основном люди зарабатывают на рыбном промысле. Проблемы возникают и в этой сфере. Трудно реализовать. Большая даже проблема с реализацией была, чтобы ее туда доставить одному человеку. Это нерентабельно было. Так как сейчас сделают приемку, конечно, будет легче. Пришел сюда, сдал ее, деньги получил свои. И уже легче, конечно, намного легче будет, чем было до этого. Инициатором полноценного возрождения рыбной отрасли на острове является Минприродой Дагестана. Было решено легализовать бизнес. За последние два года проведена работа с руководителями местных предприятий и достигнута договоренность об открытии баз стоянок. Это имеет большое значение для социально-экономического развития поселка. А какую рыбу ловят в основном здесь? Ну, в основном, какую рыбу ловят. Сазан, судок иногда бывает, чистяковая рыба, вовла, рыбец. А как вы думаете, если вот здесь с давными неводами начнут кильку ловить, будет килька? Будет. Килька будет, но это особое, надо время особое. Остров Чечень, кроме как рыболовством, здесь заняться не с чем. Револовство и однородство. Вот на этом люди трудятся. Трудно, конечно, но работаем. Энтузиазма у жителей не отнять. Они готовы работать и расширять свой бизнес. Только сетуют, что для этого необходимы условия, а именно наличие электричества. Оно позволит хранить и обрабатывать рыбу на месте. Власти обещают, что в ближайшее время остров будет оборудован солнечными батареями. Затем здесь установят и промышленные холодильники. При наличии электричества переработка сама по себе напрашивается, потому что добавленная стоимость, она вырастает. Это практически все население может найти работу, не будет свободного времени. То есть люди горят, желаем работать, но для этого необходимо все это организовать. Чечень – самый крупный из островов одноименного архипелага. Площадь его – более 50 квадратных километров, расположенном в северо-западной части Каспийского моря. Административно остров относится к Кировскому району Махачкалы. В настоящее время в населенном пункте проживает около 120 человек. Матимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, остров Чечень. Учебные заведения республики заработали в режиме дистанционного обучения, выполняя приказ министра образования в связи с распространением пандемии коронавируса. Наш корреспондент узнал, как проходит такое обучение в Дагестанском гуманитарном институте, где, кроме того, состоялся еще и виртуальный день открытых дверей. Обо всем по порядку. Хамзанур Магомедов. Учебные классы пусты, студенты на карантине обучение проходят дистанционно. Это кандидат философских наук Сария Магомедовна. Она преподает английский язык. В классе только один педагог. По ту сторону экрана студенты второго курса факультета лингвистики. Они внимательно слушают преподавателя и выполняют задания. Сейчас уже мы наловчились, и студенты научились, и мы тоже, преподаватели, уже знаем, как этим пользоваться. В принципе, наш учебный процесс никак не страдает. Обучение охватывает всех студентов вуза. Тем, кто проживает в горах, где проблемы с интернетом, задания скидывают в созданные в WhatsApp и Telegram группы. А кому техника и связь позволяют, у тех пары проходят полноценно. Только по видеосвязи. Получается включаться вовремя? Да, конечно. Все идет хорошо. Лучше так, чем... Мы используем систему Вайбек ЦИСК. Преимущество данной системы в чем? Что она позволяет до 50 человек подключать. Что мы можем один весь курс подключать. И нет никаких других ограничений. В режиме реального общения, живого общения, мы можем подключать студентов, видеть их, слушать их, при необходимости проводить опрос. Поэтому данная технология, очень считаем, что она удобная. 26 марта в Дагестанском гуманитарном институте состоялся день открытых дверей. Правда, виртуальный. Студент третьего курса в прямом эфире через страницу вуза общался с подписчиками, потенциальными абитуриентами. Он рассказал им, почему стоит выбирать именно этот вуз. Была возможность поехать в Москву, учиться там. И дело в том, что мой родной брат, который сейчас уже, в принципе, работает на телеканале МАЧ-ТВ, он, когда оказался в Останкино и увидел то, как работают там преподаватели, потом попал сюда к нам, в ДГИ, и он понял, что работают, в принципе, одинаково. То есть, одни и те же задания, одни и те же знания, те же учебники. И он мне сказал, один, нет смысла ехать куда-то в Москву, когда ты можешь учиться здесь. ДГИ готовит лингвистов, экономистов, теологов и журналистов. По окончанию курса выпускник получает диплом государственного образца. Ну а главная особенность вуза – сочетание светского и религиозного образования. А это значит, что студент станет не просто квалифицированным специалистом, но будет обучаться в особой атмосфере. В основе которой – духовно-нравственные постулаты нашей веры. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Ислам Халиков, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В этом году аграрии Дагестана заложат 1400 гектаров новых виноградников. Весенняя закладка солнечной ягоды уже в разгаре. С тем, как проходят работы в Каекенском районе, ознакомились накануне специалисты Миницельхоза. В настоящее время там имеется более 80 гектаров плантации, из которых 20 – плодоносящие. Остальные площади занимают молодые виноградники. Выращивают в основном столовые сорта – Молдова и Агадай. Затем, как проходят работы, следили наши корреспонденты. Работа сложная, но это не повод ее не любить, признается Алпиат Рабаданова. Она занимается выращиванием солнечной ягоды почти 20 лет. Виноградарство Алпиат называют делом тонким, имеющим множество нюансов. Самое важное – дать правильный старт. Надо нежно сажать, ухаживать, как с маленьким ребенком. Уходы надо им делать. Без ухода они не вырастут. Как такие, такие они нежные. Весной этого года в хозяйство планируют заложить еще 35 гектаров виноградников. К работе привлечены 16 человек. Задействована также специальная техника. Каждый день здесь закладывают до 6 гектаров. Если погодные условия позволят, посадку планируют завершить в ближайшие 3 дня. На сегодняшний день посажено 14 гектаров. И вроде бы пока погода позволяет, посадка идет своим чередом без никаких проблем. В этом году хотим завершить 35 гектаров и у нас в общей площади будет 120 гектаров виноградников. Надеемся в 2024 году получить нормальный урожай с этого участка тоже. Новые виноградники намечены оборудовать системой капельного полива. В планах на осень установка шпалер на данном участке, решеток которой служат опорой для лозы. Развитие виноградарства сопровождается и различными мерами господдержки. В этом году основные площади новых закладок приходятся на Карабудахкенский, Каякенский и Дербенский районы. И в ближайшее время к закладке молодых саженцев приступят также виноградарьи северной зоны республики. Ватимат Ханапова, Даут Гасанов, Новости ННТ, Каякенский район. Футболисты Анджи посетили строящийся духовный центр. Игроки столичного клуба всем составом пришли на экскурсию в духовный центр имени пророка Исы, мир ему, и приняли участие в строительстве мечети имени пророка Мухаммада, мир ему и благословения Всевышнего. Подробнее материаль моего коллеги Камиля Девятого. Это первый раз, когда игроки футбольного клуба Анджи пришли на стройку. Гостям рассказали о ходе строительства и провели небольшую экскурсию по духовному центру. Одно из главных, что может сплотить команду, это вот такие мероприятия. Я думаю, что это одно из тех мероприятий, которое реально может команде помочь выбраться из той ситуации, в которой мы находимся. Поэтому все, что можем, делаем. И вот в плане духовном тоже помогаем, да, как можем. Громкие победы и обидные поражения. Все это история легендарного махачкалинского клуба Анджи. Но основная победа, как считают сами игроки команды, это прийти и помочь в строительстве самой большой мечети в Европе. Вот пришли всей командой внести свой вклад в такой замечательной мечети. В Европе одна из самых больших. Как-то свой этот оставить здесь отпечаток. И благое нам будет идти за это, за каждый кирпич. Вот решили всей командой прийти здесь, оставить свой след. Добрые воспоминания от экскурсии сохранятся надолго. Игроки Анджи, засущив рукава, потрудились на народной стройке. Грузовик, полный кирпичами, только смотивировал спортсменов на работу. Идея потрудиться всей командой пришла к главному тренеру клуба Артуру Садырову. Мы очень планомерно готовились к этому дню. И, соответственно, вся футбольная команда Анджи, персонал и футбольная команда Анджи, вне зависимости от того, что есть у нас сегодня такая мировая проблема с пандемией, как мы все знаем, да. Вот в эти трудные минуты мы хотели бы еще больше сплотиться. И все мы понимаем все беды, как бы, и все хорошее от Всевышнего Аллаха. Поэтому вот своим этим поступком мы хотим, как бы, и лично нас попросить у Всевышнего, чтобы нас всех оградило от этой ужасной болезни, которая сейчас по всему миру гуляет. И по доброй сложившейся традиции команда Анджи передала эстафету благих дел своим коллегам-спортсменам. Вся команда впервые, впервые и удивились от этих масштабов работы. Я думаю, что это не последний визит нашей команды. Ну и, соответственно, хотел бы передать эту эстафету всем командам неравнодушным нашей республики, ЛФЛ-участникам, так сказать, да, и школе Абдулманапа Нурмагомедова. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Когда слышишь о селе Кубачи, сразу возникают образы серебряных украшений, красивых кинжалов и изящной посуды. Это место известно всему миру, как село виртуозных золотых кузнецов. Но это не все, чем могут удивить мир кубачинцы. Есть у местных жителей еще одна уникальная особенность – большие белые женские платки. О старинных казах расскажет наш корреспондент Алина Вагилова. Каз – это не просто белоснежный головной убор, расшитый золотыми нитками. По рисунку на платке определяется статус девушки, например, замужем она или нет. Чаще всего кубачинки вышивают на своих платках цветы или перья. Казы у нас разные, и каждый каз предназначен своему празднику. Казы начнут с тех, которые мне мама дала, когда я выходила замуж. Они вышиты старинными нитями, эти вышивала я. Они тоже считаются нарядными. Тот, что побольше, он тоже на свадьбу носится. Этот поменьше узор, он как повседневный. Если умирает кто-то из близких родственников, кубачинка не носит привычную черную траурную одежду. Она снимает с каза бахромой, на платке ее уже не будет ярких узоров. А когда траур заканчивается, бахрому пришивают снова. На поменьке, когда ходят женщины, они обязательно должны быть в казе без бахромы. И рисунок должен быть как можно скромным. Раньше женщины под каз надевали другой головной убор – чох-то. Но сейчас чаще всего просто накидывают платок. Повязать правильно каз – это тоже целое искусство. Надо сказать, это действительно непросто. К тому же важно правильно закрепить платок на голове, чтобы он не спадал. Сложность еще и в том, что надо следить, чтобы сторона платка со свисающей бахромой оставалась внизу, прикрывая спину. В Кубаче каждая женщина с детства учится вышивать каз. Старшие женщины в семье учат этому девочек еще с дошкольного возраста. Работа златошви требует большой усидчивости. Вышивка золотой нитью отличается от всех видов вышивки. Она уникальна, трудоемка и очень ценится. Тратим на это немало времени, конечно. Но наше свободное время иотов заключается в этом вышивании. А нитками вышиваем мы разными. Эти нитки, конечно, синтетические нитки, современные. Эти нитки старинные. Ими вышивать очень сложно, они какие-то проволочные и содержат какой-то процент золота. Такие головные уборы носят только женщины из дагестанского села Кубачи. Больше никакой другой платок или шарф этим словом не обозначается. Местные жители говорят, что казам столько жилет, сколько и самому селу. А это примерно 15 веков. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Кубачи. Вы можете рядом поставить вот эти платки, допустим. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова